Пандемии названы одной из главных угроз, которые могут привести к гибели человечества наряду с изменением климата и глобальным ядерным конфликтом. К такому выводу пришли ученые из Оксфорда. Особое беспокойство исследователи вызывают так называемые супербактерии, против которых бессильны существующие антибиотики. По словам специалистов, носители уже давно есть в Европе. Их гораздо больше, чем в Соединенных Штатах, где недавно была зафиксирована первая смерть от такой супербактерии. Значительное количество носителей микроорганизмов, устойчивых к самым последним антибиотикам, как считают эксперты, есть и в Китае. Причем массовому распространению супербактерии способствуют бесконтрольное использование лекарств и самолечения. В то же время бактерии не обязательно зло, среди них есть и много полезных. Чем отличаются одни от других и на что способны одни из самых старых организмов на Земле? В этом разбирались авторы фильма «Бактерии. Война миров», который выйдет в эфир уже сегодня. Эта глобальная война началась почти 100 лет назад. Люди против бактерий. Казалось бы, появление антибиотиков поставило точку в этой схватке. Но пока человек наслаждался победой, убивая все больше невидимых глазу противников, микроорганизмы учились стать незаметными для лекарств. Малая часть из накопленного арсенала. И похоже, теперь бактерии готовы не только защищаться, но и нанести ответный удар. Они вырабатывают вещества, способные разрушить антибиотик до того, как тот достигнет цели. Еще они умудряются создавать вокруг себя особую защитную оболочку, пробиться через которую лекарству невозможно. Высший пилотаж, когда бактерия поглощает молекулы препарата, уничтожает их внутри себя, а беспомощные останки лекарства исторгает наружу. Авторы этого документального фильма хотели узнать, что будет дальше. Ведь против супербактерий, устойчивых к антибиотикам, пока нет оружия. А первая смерть уже зафиксирована в США. Появлению этого сверхопасного мутанта поспособствовал и сам человек, используя антибиотики в быту, в сельском хозяйстве, злоупотребляя антибактериальными средствами. Ведь лишь недавно стало ясно. Уничтожать все микробы без разбора – самый проигрышный вариант. Ученые в Германии открыли, что у нас же в носу живет родственник золотистого стафилокока. Это добрая бактерия, которая может съедать непобедимую сейчас бактерию золотистого стафилокока, которая живет в носу. Добрые бактерии, микробы – союзники. Насколько на самом деле враждебен микромир? Результаты исследований последних лет бактерии влияют на настроение человека и его привычки, а внутри организма создают сообщества. Ученые сравнивают их с городами. Микроорганизмы общаются, взаимодействуют, помогают друг другу и передают те самые мутации, что делают их устойчивыми к антибиотикам. Мы подошли к такому моменту, когда нужно придумать какой-то новый инструмент взаимодействия с микроорганизмами. И, очевидно, мы пришли к тому, что не просто нужно их убивать и все. Нужно ходить в какой-то диалог. Этот новый взгляд на отношения между макро- и микромиром позволил ученым из Израиля выяснить, почему для некоторых людей диеты бесполезны. А в США именно в микроорганизмах увидели не только причину возникновения рака, но и лекарства от него. Опыты на животных догадки подтвердили. Находясь в организме от 11 дней до нескольких недель, листерия все это время двигалась от одной раковой клетки к другой, размножалась в них и так последовательно убивала всю опухоль. Бактерии позволяют найти подход к двум очень тяжелым группам заболеваний. Во-первых, это кардиологические заболевания. И, во-вторых, это сахарный диабет. Нам удалось сейчас, ну, скажем так, рано говорить, что есть готовые препараты, но мы уже нащупываем подходы к тому, чтобы создать препараты, способные нормально регулировать метаболизм, таким образом, что, например, не будет холестериновых бляшек или, так сказать, не будет проблем, связанных с нарушениями при сахарном диабете. Какие еще загадки скрывает мир бактерий? Кто такие охотники за микроорганизмами? И почему спасение человечества они ищут в удаленных уголках планеты? Ученые признают, пока это все еще гонка, в которой нельзя проиграть. Ольга Герасименко, Мария Емельянова, Дмитрий Скворцов, Александр Исаев и Игорь Алексеев. Первый канал. Итак, как бороться с бактериями? И стоит ли это делать? Как отличить хорошие микроорганизмы от плохих? И смогут ли макро- и микромир сосуществовать без катастрофических последствий для человечества? Об этом сразу после нашего выпуска в документальном фильме «Бактерии. Война миров».